Всем привет! В этом видео я подведу результаты за 2020 год. Обратите внимание, что я сейчас нахожусь в полевых условиях. Меня может быть плохо видно, плохо слышно, извиняюсь за все это заранее. Если вам не приемлемо смотреть такое качество видео, пожалуйста, закройте его прямо сейчас. Ну вот, так и остался. Обратите внимание, пожалуйста, еще на дисклеймер. Вот, обязательно его прочитайте, поставьте на паузу, если все вас устраивает, все окей, то тогда приятного просмотра. Покажу сейчас результаты своего инвестиционного портфеля основного и индивидуального инвестиционного портфеля, где я веду его с нуля, с полного. Да, кое-какие комментарии важные. Хотя вот я недавно записывал ролик о результатах за два года моих инвестиций. В принципе, там информация была исчерпывающая, однако есть моменты, которые хотелось бы вам рассказать именно сегодня. Именно под Новый год, сегодня 30 декабря. Всех с наступающим. Поздравляю. Что касается, давайте я начну с своего основного портфеля. Вы его видите сейчас на экране. У меня, обратите внимание, не все вот эти деньги в акциях находятся. У меня довольно большая сейчас подушка кэша, что, ну, наверное, неправильно. Все-таки я 20% стараюсь держать, но в последнее время я доллар купил, но акции не покупал. Все было не до того, все был занят, но это не важно. То есть я акции куплю в любом случае, и у меня будет 20% доля кэша. И обратите внимание, значит, на доходность этого счета. То есть он почти что 22 миллиона рублей. Вот вопрос, каково сидеть с портфелем в 22 миллиона рублей? Какая доходность? Ну, за день там видим прирост 0,72% от 156 тысяч рублей. За все время всего лишь 3,2% это 696. Что это значит? Тоже сейчас объясню. Это конкретно по этим позициям без учета валютной переоценки. Статистика. И почему такая маленькая? А давайте посмотрим в аналитику, в портфель. И обратите внимание, у меня счет в этом году был, и то это не все в акциях, там часть была в кэше, меньше 6 миллионов. То есть у меня было меньше 6 миллионов, часть этих денег лежала в кэше, работала фактически, ну 5 миллионов, там может быть 5 с чем-то, ну потом пополнял, может быть там 6. Окей, вот эта сумма работала в 5, в 6 миллионов, не в 20. И доходность вот та, которую вы видите, я периодически в Телеграме показываю, тоже вопросы задают, а что такая низкая? Она низкая такая, потому что это доходность от счета, который был, который база, база, которая была в этом году. База в этом году была 5-6 миллионов. В следующем, вот вы видите сейчас на экране, причем будет интересно посмотреть, если убыток будет, вот как раз таки убыточный год, минусовой 21, если вдруг случится, будет интересно как раз таки посмотреть, как с высокой базы деньги тают. Вот у меня есть подушка кэша, я зарабатываю, то есть я докуплюсь, это все будем в плюс использовать, естественно, будет интересно посмотреть. Так вот, это доходность от 5-6 миллионов, и тем не менее, вот за все время, как я в Тинькове сижу, почти 2 миллиона доходность. За последний год 1 миллион 350 тысяч рублей, за полгода 1,5 миллиона доходность, при том, что вот полгода назад, это было, видите, ну 7,690, это вот я еще на квартиру снимал, там кэш у меня лежал. Ну вот 5 миллионов рублей. Там не все в акциях тоже было, но вот окей, 5 миллионов рублей. Это вот та база, с которой было получено 1,5 миллиона. Да, часть была заработана здесь, часть уже здесь, уже когда счет был пополнен, в том числе и сегодня. То есть часть, допустим, сегодняшней доходности, была получена вот с этой высокой базы. Понятное дело, что это не 30% доходности, да, но тем не менее, от той базы, которая была, это хороший результат. К чему я хочу вас подвести? К результату по индивидуальному инвестиционному счету, где все видно более четко. То есть обратите внимание, я переключаюсь на ИИС, и мы наблюдаем 20 тысяч рублей доходности за все время, как я его введу. Я введу его вот буквально полгода с полного нуля. И что это значит? Можно посмотреть мой YouTube-канал и отмотать. Это значит, что как только я начинал его ввести, было 1000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Там доходность была 300 рублей, потом минус 200 рублей, плюс 500 рублей, минус 400 рублей. И сейчас оно тысячами и десятками тысяч ходит, как видите, вот за месяц, допустим, плюс 9400 рублей. Сейчас оно ходит все большими-большими суммами. Почему? Потому что база, на которую получается доходность, она выше. И с каждым месяцем, с каждым годом у вас тоже самое будет происходить. Больше откладываете, больше инвестируете, у вас больше базы, на которую вы получаете доход. У вас больше этот сам по себе доход. То есть сложный процент, он на самом деле не так далек, как вы думаете. Если у вас, допустим, счет в 5 миллионов рублей, вы его не пополняете, и просто с 5 миллионов вы держите его 20 лет, да, тогда сложный процент будет постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть приходить вам. То есть с 5 миллионов вы там сначала 100 тысяч заработаете, потом с 5 миллионов 100 тысяч заработаете там 105 тысяч рублей. То есть там он будет постепенно, по чуть-чуть, но если вы счет пополняете, я рекомендую это делать, даже если вы на 5 миллионов пополняли и больше не хотите ничего откладывать. Ну, хотя бы там на 1000 рублей в месяц, ту же самую, к примеру, ну, 1000 рублей мало, конечно, ну, там 3000-5000 в месяц, допустим, почему нет, и когда вы пополняете счет, сложный процент видно невооруженным взглядом, почему, потому что база, она повышается, да, в этом случае, когда вы счет пополняете, база повышается не за счет того, что доходность возникла, а за счет того, что вы пополняете счет, да, естественно, но вы видите, что за счет роста базы растет вот эта вот динамика, все больше оборот становится по... Ну, волатильность, то плюс, то минус, то плюс, то минус, ну, естественно, рынок в перспективе растет, естественно, если грамотный, качественный портфель с грамотной стратегией майн менеджмента, у вас будет приоритет на рост, и там будет плюс 10 тысяч, минус 8, плюс 20 тысяч, минус 15, плюс 40 тысяч, понимаете, такой вот оборот, так вот и разгоняется счет, и это видно с пополнений. Я думаю, ну каждый, я уверен, видит это на своем счету То есть, если раньше у кого-то плюс-минус 200 рублей ходило Сейчас 2000 плюс-минус ходит, 20 тысяч У кого-то 200 тысяч плюс-минус ходит У кого-то 2 миллиона плюс-минус ходит И все вот это вот будет в перспективе впереди Чем больше, запомните, вы откладываете Чем больше вы пополняете свой счет Тем быстрее у вас растет вот эта база На которой вы получаете доходность И тем быстрее вы достигаете результат Тем быстрее у вас начинает работать сложный процент В том числе не с пополнения, а именно с дохода С пополнения растет база Постепенно она формирует тоже какой-то доход И вот обратите внимание, еще раз показываю За полгода с нуля вообще 20 тысяч рублей приросло Это вот именно та база, которая приросла сама без пополнений И с нее, с этих 20 тысяч, в следующий год тоже будет доходность То есть, это база, которая в работе сейчас находится Важный момент, кто-то думает Вот у нас счет прирост, вот у нас акция Газпрома условно выросла И что это значит? Значит ли это, что я получаю сложный процент? Значит ли это, что у меня там было 100 тысяч рублей Сейчас 120 тысяч, база 120, и я с нее буду получать сложный процент? Или это просто волатильность, просто переоценка курса акций И она завтра же упадет? Это же ничего не значит Мы ведь не зафиксировали эту доходность То есть, не продали акцию, а пока не зафиксировали Значит, это не результат Кстати, хороший, логичный вопрос Но, а за счет чего акция выросла? Тут надо понимать, что, конечно, то, что я сейчас скажу Не каждая компания относится, что-то растет, как Тесла, допустим, сама с собой Просто потому, что ее покупают много Но бизнес, он развивается Выручка, прибыль И за счет роста выручки, за счет роста прибыли Люди покупают акции Люди покупают компанию, она стоит дороже И если вырос бизнес за этот год, например Или там за 5 лет, сколько вы инвестируете Было 100 тысяч, сложно сейчас 120 тысяч Приросло 20 тысяч Если это из-за роста бизнеса произошло Я вас поздравляю, это уже Ну, она не реализованная доходность Пока вы Не получили ее на руки, конечно Но это доходность На которую будет накладываться сложный процент в будущем Она уже при вас Она уже есть То есть, если акция упадет обратно И 100 тысяч рублей у вас останется Это будет значить При условии роста бизнеса, как раз таки Это будет значить, что просто компания недооценена стала Раньше была нормально оценена Сейчас недооценена То же самое, что если бы вы купили акции Когда вы покупали на 100 тысяч рублей Она была бы оценена чуть ниже Вы бы купили то же самое количество акций на 80 тысяч рублей То же самое Тогда этого не было Сейчас она просто недооценена К примеру Но, если бизнес развивается Если бизнес растет Вы даже не продавая компанию Вы получаете эту доходность Вы получаете Вы остаетесь со своей долей компании Ну, если не размывается эта доля, конечно же Хотя, может, иногда и байбэки производят компанию У вас доля увеличивается Только, но это отдельная история для отдельного видео И компания растет Не просто на бирже, а фундаментально растет Поздравляю, это доходность Это доходность, которая у вас уже есть На которую будет накладываться сложный процент Что это? Значит, еще раз Компания У нее был один офис Стало два офиса Ну, вот так вот она развивается Настолько много денег зарабатывает Настолько много сотрудников привлекает И вы владели этой компанией Она в два раза выросла закономерно На бирже И вы владели этой компанией Вы владели как бы долей той прибыли, которая была Долей того офиса, который был А сейчас прибыль в два раза выросла А сейчас два офиса стало Сто процентов доходности И вы не продаете компанию Но это уже то, что есть у вас Это уже тот актив, которым вы владеете И если компания еще в два раза вырастет У нее будет четыре офиса, а не два Это вот и есть сложный процент То есть до этого сто процентов прибыли Плюс сто процентов прибыльности Это четыреста процентов Это вот и есть тот самый принцип сложного процента Не обязательно получать дивиденды Не обязательно фиксировать эту доходность Если компания Логика какая Компания, если дивиденды выплатила Вот обратите внимание, да, многие на дивиденды ориентируются Она достала деньги из бизнеса Если она дивиденды не выплатила Ну, как будто бы вы ничего не фиксируете Но деньги-то в бизнесе, они работают То есть нет никакой разницы, ну кроме того, что когда компания деньги достает, вы платите налог с того, что эти деньги компания достала вам, выплатила. То есть выгоднее для вас, даже когда компания дивиденды не платит. Когда она развивается, растет, это выгоднее. И вам не обязательно продавать компанию, не обязательно акции продавать, они могут расти органически, они могут, не обязательно, что они на 100% вырастут и упадут обратно на 50% до того же уровня. Нет, она может вырасти на 100%, может потом еще раз на 100% вырасти, если компания перспективна, если она развивается, если выручка, прибыль растет. Вот таким вот образом. И что касается моего счета, вот обратите внимание, база увеличилась. К чему вот я начал, да? База увеличилась. И с этой базы будет генерироваться доход в будущем. За следующий год, я не знаю, будет прибыль или, я не знаю, там будет убыток. Посмотрим, всякое бывает на фондовом рынке, естественно. Но убыток, падение акции. Я в свою пользу оберну. Грамотный money management, пополнение счета в том числе, никто не отменял. Оберну в свою пользу. Прибыль будет, он будет замечательный. Плюс, я еще пополняю счет буду, будет база расти. Через год еще. Посмотрим, вот такой же видеоролик сделал и посмотрим на то, сколько там базы изменилось. Еще через год, там еще с повышенной базы денежных средств, капитала, будет больше прирост. Обратите на это внимание. Это очень важный момент, который многие игнорируют. Вот как-то так. Так, ну это в принципе все, что я хотел сказать. У меня сейчас для вас пара подарков есть по 1000 рублей, как обычно я рассказываю. Мои давние подписчики знают, использовали. Кто новый подписчик, сейчас может получить одну-две тысячи рублей бесплатно просто так от меня в подарок. Потому что у меня есть классные ссылки реферальные. Плюс, расскажу еще о самом обучении. Кто хотел начать инвестировать грамотно, выгодно, не наугад, не терпеть убытки, не терпеть недополучную выгоду, вы можете в 2021 году начать инвестировать правильно и выгодно. Начнем с рефералов. Ссылки внизу это, получается, инвестиционный портфель, не портфель, вернее, кабинет, инвестиционный аккаунт в Тинькофф Инвестициях. Регистрируйте по ссылке внизу, вам 1000 рублей дарят, если вы покупаете себе акции на 5000 рублей. И вторая ссылочка это дебетовая карта. Дебетовая в смысле не кредитная, вы ее заказали, вы расплачиваете своими деньгами, не в кредит. Вы ее заказали на 5000 рублей, покупок оплатили за первый месяц, вам 1000 рублей дарят. Банку выгодно, что вы платите его картой, вам дарят деньги, ну, вернее, просто так не дарят, а вот если по ссылке внизу, вы 1000 рублей получите просто так бесплатно. Это даже не кэшбэк, там сверху кэшбэков это все идет, ссылку внизу посмотрите обязательно. Ну, что касается обучения, ссылка тоже внизу, у нас идет финальный, последний набор. Как только места кончаются, записаться будет невозможно. Вот в инстаграме кто на меня подписан, я делал набор на курс по трейдингу месяц назад примерно, или не месяц назад, недели 2-3 назад. И я сделал один набор, все, я набрал людей, с ними идут до результата, записаться все, нельзя, просто нельзя. Меня многие просят, нет, нельзя записаться, у нас есть люди, мы с ними идем до результата. Здесь будет то же самое, я до этого полгода людей собирал, 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 группа пока росла, я просто цены поднимал, это неправильный подход, я понял. Так можно и до миллиона рублей поднять цену, ну, нафиг такое кому надо. Нет, я просто закрываю группу, вот эту, видите, вот эти количества мест собираем, 22, 17, 11 мест собираем, и, собственно, с ними, с этими людьми будем дальше работать. То не успеет, то, как бы, ну, окей. Новогодняя скидка, новогодняя распродажа, ссылки внизу, скидка до 50%, и как только места кончатся, не скидка кончится, нельзя будет записаться в принципе. Обратите внимание, на пакеты можно обучиться инвестициям финансовой грамотности от 3000 рублей, где вы такое видели, от 3000 рублей, серьезно. Ну, это финансовая грамотность по инвестициям, там, подороже пакета стоит, конечно, однако на максимальный пакет можно по цене продвинутого записаться в честь Нового года, вот такой вот подарочек. Вот, сэкономили, инвестировали, больше заработали. А это, в принципе, финансовая грамотность, и ссылка внизу, вот, жду вас на обучение. Зарабатывайте, инвестируйте выгодно, грамотно, правильно, составляйте грамотный портфель, инвестиционный даже в кризисы, более того, я вам скажу, мы сейчас из кризиса выходим. Этот год был кризисный, этот год вы видели, я сначала в дивидендном портфеле сидел, потом, а уже под конец вот этого кризиса, в 21-м году у нас конец кризиса, у нас по прогнозам восстановление ВВП, рост ВВП, и под конец кризиса, под конец вот этого цикла экономического я создал растущий себе портфель, который мне принесет огромную доходность в перспективе дальнейшего экономического цикла роста, восстановления, процветания. Вот, и вы тоже можете сделать то же самое, ну, нужно уметь, нужно понимать, почему какую компанию купить, в какой процент как распределить, сколько долю кэша держать, почему и когда покупать. Это вот основа, а дальше можно 15 минут в месяц уделять на инвестиции и спокойно приумножать капитал. Ссылка внизу, жду вас, всем удачи. Подписывайтесь на социальные сети, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки ставьте тоже, вот, проявляйте активность, чтобы ролик развивался. Всем пока.